Елена Глинская царицей так и не стала, но за свой недолгий век она успела побыть оригиншей при малолетнем Иване IV, и правила государством весьма хорошо, но скоропостижно умерла. Ходили разные слухи по поводу смерти матери Ивана Грозного, а когда уже в наше время ученые эксгумировали останки правительницы, они очень удивились. Несмотря на то, что Елена Глинская правила Русью несколько лет, поддержкой бояра она не пользовалась, да и народ ее не взлюбил, считая литовской выскочкой. Она умерла в апреле 1538 года, но это случилось настолько неожиданно, что породило много слухов о причине гибели Елены, ведь она была еще не старой, всего 30 лет. Странным показались и быстрые похороны правительницы, ее схоронили уже на второй день, не по-христиански. Скорее всего, так попытались скрыть тот факт, что Елену кто-то отравил. Но доказать это было нельзя, поэтому ответственности никто не понес. Останки Елены Глинской пролежали в покое 4,5 века, однако в конце 20-го столетия их эксгумировали для изучения. Работу в течение нескольких лет выполняли специалисты разного профиля – археологи, антропологи, химики, судебные медики, криминалисты и прочие. Результаты удивили, а также уточнили и убрали ряд предположений, которые существовали ранее. Скелет Елены был сам по себе удивительным. В его поясничном отделе было не 5, а 6 позвонков. Такая аномалия всегда была очень редкой. Но, может быть, поэтому рост Елены для тех времен был довольно высоким – 165 сантиметров. Фигура Елены соответствовала стандартам красоты Европы тех времен. Длинные ноги, узкие бедра и тонкие руки. Реконструкция черепа по методике Герасимова показала, что внешность этой женщины была типичной для прибалтов. Лицо вытянутое, прямой узкий нос и выступающий подбородок. В гробу нашлись и остатки волос Елены Глинской, она была рыжей. Но у княгини были очень плохие зубы, кривые, с большими промежутками и источенные с обеих сторон. Особенно пострадали предкоренные. Они сточились почти до корней. Исследователи считают, что такое ужасное состояние зубов у молодой еще Елены было из-за увлечения рукоделием. Когда она шила или вышивала, то протягивала между зубов золотые нити. Подтвердилось, что в момент смерти княгини достигло 25-27 лет. Правда, здесь ученые имеют в виду биологический возраст, а он может быть и меньше календарного. Хотя, в принципе, подтверждает дату рождения Елены Глинской, около 1510 года. Был проведен анализ останков на содержание химических элементов и соединений. И он показал, что в организме Елены сконцентрировалось невероятное количество ртути, в тысячу раз больше нормы. Это могло подтвердить тот факт, что Глинскую отравили, ведь в те времена на Руси именно ртуть подмешивалась в пищу для таких целей. Но кроме ртути в организме были и другие вредные вещества. Например, количество мышьяка превышало норму в 9 раз, а свинца – в 28 раз. Конечно, в те времена эти вещества содержались в косметических средствах, а знатная и богатая Елена несомненно пользовалась косметикой. Однако все равно такое превышение в норме – это повод насторожиться. Тем более, что Глинская умерла скоропостижно, а если бы она отравилась косметикой, то симптомы начали бы проявляться задолго до смерти. А их не было, судя по состоянию костей.